Музыка Хочу зачитать такое местописание, порассуждать с вами, может быть, и помолиться. Апостол Павел в послании Тимофея пишет очень интересное слово, и он дает такое, или называет его определенным положением, друзья. Написано так. Первое послание Тимофею, шестая глава. Я возьму десятый стих, как бы уступительный, но мне нужен одиннадцатый. Ибо корень всех зол есть, стремнолюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. И одиннадцатый стих говорит такие слова. «Ты же человек Божий, убегай от этого, а преуспевай в правде, в богочести, в вере, в любви, в терпении и кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держась свеча жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Друзья, тема моей проповеди, или краткая такая, конечно, хотелось бы больше времени взять, но его нету. Тема моей проповеди «Ты же человек Божий». Друзья, не секрет, что каждого человека определяет какое-то определенное качество, посредством которого человеку дают определенное название. Так или нет? Друзья, если, допустим, я не знаю, но если человек играет на гитаре, то ему сразу говорят, кто? Гитарист, да. Кто на пиане, пианист. Кто в хоре сидит, хорист. А нас все слово Божие заключают под одну мерку. Он говорит, вы есть дети Божьи. Аминь. Но есть, друзья, определенные вещи, которые каждого человека индивидуально отличают, друзья. Потому что, если вы помните, есть книга «Деяния апостолов», там есть такой момент. Там в одном определенном городе по прошествии времени начали называть людей, которые собирались на служение, начали называть как? Христианами. Первый раз в жизни христиан назвали христианами, друзья. И, размышляя над этим всем, то люди нечто увидели в этих людей, потому что они им призвоили это звание христианина. Так или нет? Я же не думаю, что они сидели и думали, ломали себе голову, говорили, ну вот мы собираемся, собираемся тут на служение. Может быть, дадим себе название? Давай, да, и каждый предлагает. Я Иисусов, да, кто-то, я Аполлосов, еще как-то. Не, говорю, давайте хорошо, христиане будем называться. Так было? Нет, друзья. То есть, получается, по большому счету, в жизни каждого из нас делает оценку или дает название или призвание, к которому ты находишься, посторонние люди, которые за тобой, услышите меня, друзья, которые за тобой наблюдают. И по этому поводу они говорят, это христиане, которые собираются, друзья, значит, оказывается, есть жизнь для нас, как верующих людей. Или как здесь апостол Павел обратился к Тимофею, он ему сказал, ты же человек Божий. Он дал ему определенное название, друзья, на Моисея, весь израильский народ тоже говорил, что это есть кто? Человек Божий, друзья. На Илью, пророка, тоже говорили, ты человек Божий. На Елисея говорили, ты человек Божий, друзья. И каждому из нас это присуще звание, которое Господь или люди должны нас отличать, потому что индивидуально от каждого из нас то, что ты называешься христианином, это одно. Но твое главное качество, ты есть человек Божий. Аминь, друзья. Так как же все-таки понять, кто он такой? Кто такой вообще человек Божий? Как вообще? Вот Тимофей говорит, ты человек Божий. Есть, значит, определенные качества или определенные черты в твоей жизни или характере, которые должны тебя отличать. Знаете, друзья, я очень интересный момент считал, сейчас с Сашей поделился, показал. Вы помните момент однажды в жизни пророка Ильи, когда он пришел в Сарепто-Сидонскую, к вдове? Помните? Когда он говорит, увидел этого Бога, я его туда послал, он говорит, возьми, сделай преснок, дай мне, а потом сделаешь себе и сыну. Она согласилась. А там Писание говорит, так говорит Господь. Масло, мука в катке не истощится, и масло не закончится. Да, так было слово? И было так по слову? Было, друзья. Было так по слову Господню. Чудо явленное, действительно, масло не заканчивалось, а мука не иссякала. Это все хорошо. Пришел момент в этой женщине, когда ее сын заболел. Она обращается опять к Илью и говорит ему такие слова. Ты пришел напомнить мне о чем? О хорошей жизни моей, как я себя прекрасно вела. Или что она сказала? Ты пришел напомнить о грехах юности моей. И он взял этого ребенка, и что? Воскресил, так говорит Писание. Так или нет, друзья? Но там интересный стих, который, друзья, отличил во всем. Вот это все произошло. Ребенок стал здоровый. Был вернут матери своей. И вот она приходит к Илье и говорит. Теперь я вижу, что истинно ты человек Божий. И в твоих устах есть истина. Друзья, оказывается, вы заметите, то, что масло там не кончалось, а и мука была. Это особо ее так как бы не впечатлило. Но когда сына Илья воскресил, тогда нечто она сказала. Теперь я вижу, ты истинный человек Божий. Оказывается, друзья, для того, чтобы творить чудеса, все еще и верят, да? Но если делается нечто большее, тогда уже надо делать какую-то оценку, друзья. Потому что одного факта, что ты есть человек Божий, недостаточно. То, что есть, продолжается в твоей жизни, должна быть жизнь наполнена этим присутствием Божьим, друзья. Поэтому я хотел бы обратиться к Теслу Священного Писания. Кратко, кратко поделиться той мыслью, которая есть, друзья. Чтобы мы поняли, все-таки, кто же такой человек Божий. Хотя бы его некие оценки или какие качества мы с вами должны иметь, друзья. Очень интересное место Писания. Книга, четвертая книга Царств. Все вам известные случаи или жизнь одного мужа Божия, который все время находился, будем так, в отшельничестве, да? Находился не в столь особом почтении, не столь особо у него были какие-то привилегии, друзья. Буду читать за Елисея. Книга Царств, шестая глава. Очень интересное место. Восьмой стих. Царь Сирийский пошел войною на израильтян и советовался за слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположил стан свой и посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись, приходите, проходите те места, чтобы там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий и предостерегал его, и сберег себе там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю, и призвал рабов своих и сказал им, скажите мне, кто из наших сношений с царем израильским? И сказал один из слух его, никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сирийский царь говорит, идем, раз узнайте, где он находится, пошлем войско туда, да, и возьмем его и кончим. Друзья, вот текст Священного Писания. И одно из самых главных качеств, которые бы я хотел, так знаете, вкратце сказать об этом, потому что здесь очень интересно написано, иногда люди, которые что-то, что отличало здесь Елисея, как мужа Божия, как человека Божия, который находился в Прословстве Божьем, и люди, которые находились вокруг, они ему давали точную оценку, что это есть человек Божий. Качество, друзья, Елисея, оно было просто. Елисей имел ведение откровения от Господа, так или нет, друзья? На сегодняшний день, друзья, мы с вами называемся детьми Божьими, и по большому счету, друзья, если глубоко посмотреть, то слово, которое говорит, что ты и я есть дитя Божье, несравненно глубже и больше того, что нежно имели пророки Ветхого Завета, так или нет, друзья? Потому что им было отнесло открыто, но для нас, друзья, как верующих людей, есть большая особенность, потому что нам принадлежат все обетования, которые заложены в Священном Писании, слава Богу, друзья. Да вот нам тем более, вот одно из качеств тебя, как человека Божья, должно быть в сердце твоего. Ты должен иметь личное или глубокое отношение со своим Господом. Ты должен иметь ведение от всемогущего Бога. Он должен направлять тебя, друзья, не для того, чтобы ты что-то знал, но для того, друзья, чтобы ты мог, имея откровение от Господа, помогать другим, предостерегая их от определенных ошибок. Так или нет, друзья? Здесь написано, что сириане хотели убить просто израильского царя. Простая обыкновенная ситуация в того времени Ветхого Завета. Войны, постоянные какие-то недоговорки. Но здесь написано, был там человек Божий, этот Елисей, который всегда посылал, говорил израильскому царю, туда не ходи. Почему не ходи? Потому что там сириане залегли. И написано, спасал, и не раз, и не два. Друзья, главное качество человека Божьего, это иметь ведение от Господа, не только для себя, но для тех, которые рядом с тобой, предостерегая их от всяких ненужных ошибок, которые мы, друзья, порой совершаем по своему неведению, по своей какой-то неопытности, по своему, может быть, какому-то обеспечению. Но Господь желает, чтобы ты и я, прежде всего, научился приближаться к Его престолу и имел ведение от Него. Можете сказать аминь? Друзья, второе положение вещей здесь же также написано, которое мы с вами должны понимать, потому что Елисей действительно был тот человек, который, ну, не только имел ведение от Господа, но еще нечто в сердце у него было. Друзья, читаем, 32 стих. Произошли определенные действия. Вот он спасает израильского царя, пришли эти сирияне, он помолился до Господа, говорит, Господи, возьми, закроем глаза, да, привел в средину Израиля, да, не хотели его их побить, этих сириян, он говорит, подожди, своим ли ты мечом это сделал царю израильскому, так говорит или нет? Друзья, некий делает, Елисей очень интересные вещи, поступает по Новому Завету, поступает не око за око, зуб за зуб, да, по Новому Завету, что, говорит, сделать? Возьми врага своего, что ему сделать? Накорми его, друзья. Еще одно качество, которое должно нас отвечать. Есть у тебя враг, есть у тебя враги, пойди накорми его. Может быть, сердце, потому что, когда Елисей так поступил, и действительно царь израильский взял, и накрыл до этих сириян большой стол, никого не тронул пальцем. Представляете, сегодня заходит к вам, да, человек 15, готовый вас побить, а ты, Бог по твоей молитве совершает определенное действие, забирает у них разум этот ихний, и вы раз накрываете для них быстро стол. Как вы? Смогли бы так сделать? Тебя пришли убить, а ты стол ему накрываешь еще. Друзья, ну так говорит Писание, Елисей так подобно этим образом поступил. Он взял, накрыл для них угощение, написано, они вкусили, и во время больше никогда не приходили этого. Потому что нечто произошло в их сердце. Я пришел к тебе с мечом, а ты меня накормил и отпустил еще с миром. Друзья, есть новый завет, который об этом говорит. Ну, друзья, там пришел голод, и вот такое состояние, очень интересное. Представьте, муж Божий, который спасает Израиля, или нет, израильского царя от опасностей, от смерти, и вот происходит определенное действие, голод пришел, и царь делает себе заключение в разуме. Говорит, иди этому Елисею, сними голову. Я читаю, друзья. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам, видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову. Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь, и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним. Еще, говорю, он с ним, и вот посланный приходит к нему и сказал, вот такое бедствие от Господа. Чего мне? Впредь ждать от Господа. И сказал Енисей, выслушайте слово Господне, так говорит Господь. Завтра в это же время, муки лучше будет по сиклю, и две меры, ишь меня по сиклю у ворот Самарии. Друзья, история очень интересная. Я не буду говорить за то, что там произошло. Но, друзья, человек Божий в обстоятельствах, которые люди обыкновенные теряют всякий смысл, человек Божий должен оставаться твердый, спокойный, друзья. Человек должен оставаться в определенном положении, когда, если ты понимаешь, что Господь с тобою, то все эти мятежи, которые сегодня происходят вокруг нас, ты, как верующий человек, знающий милость и благодать Божью, должен всегда оставаться спокойный. Аминь, друзья. По одной причине, что Господь сказал, не оставлю тебя, и что? Не покину. Аллилуйя ему, друзья. Это важный фактор, который должен действовать твоей и моей душе. Потому что, друзья, не секрет, что мы иногда поддаемся общей панике с тем, которые происходят в мире. И не секрет, друзья, что многие люди к нам, как верующим, обращаются за советом и не говорят, а как ты думаешь, что будет? Так или нет, друзья? И вот твое сердце зависит, каком оно расположении перед лицем Божьим. Если ты истинный человек Божий, то оно должно быть умиротворено в благодати Божьей. И когда к тебе приходят с таким советом, ты должен быть спокойный, дать ответ. Подобно, как Елисей дал ответ, говорит, следи и скажи, что завтра лучшая мука будет по сикру. Друзья, для нас, верующих людей, есть определенные вещи, которые мы с вами должны быть твердым иметь упованием. Что то, что происходит, это и есть то слово, которое некогда, когда-то сказал Господь. А твое состояние души, Господь тебе говорит, не бойся. Он говорит тебе, не бойся, потому что я с тобой. Что может тебе сделать человек? Друзья, очень важно. Поэтому второе качество, которое мы должны с вами иметь, это должно быть состояние нашего духа, это полный мир и благотворение, потому что знаешь ты, что когда, в каком обстоятельстве ты не был, нам не этим обстоятельством всегда руководит всемогущий Бог. Аминь, друзья. Друзья, еще хотел бы сказать, такое качество, которое, знаете, не всегда нам хочется его иметь. Оно в какой-то степени у нас есть, в какой-то степени оно проявляется, но весь момент из жизни, когда это качество у нас, оно почему-то быстро пропадает. Очень интересный момент, знаете, я не буду, наверное, зачитывать, я вам скажу по памяти или одного из моментов этого. Вы помните тот момент, это записано в Евангелии от Иоанна, был человек Божий, который был посланный пред нашим Господом Иисусом Христом. Как его звали? Иоанн. Вот он интересно, друзья, вот о нем написано интересные слова о том, что он делал определенные вещи и когда к нему пришли и говорят, не ты ли Мессия, да? Что он говорит? Нет. Нет, не я. А кто же ты? Я глаз вопиющего пустыни. Друзья, очень интересно, но вы понимаете, иногда, друзья, все отличило качество человека Божия в этом моменте, что он радовался определенной вещи, он там потом сказал прежде, что не должен ли я радоваться друг жениха, так или нет, друзья? Так говорил Иоанн. А он говорил о Христе, что, говорит, ему должно расти, а мне что? Умоляться, друзья, качество христианина или человека Божия, оно отличается в том, что ты и я, если видишь кто-то растущий рядом с тобой, ты об этом должен что? Радоваться, слышите меня, друзья? Мы должны радоваться, когда кто-то рядом с нами начинает расти выше тебя, у него что-то лучше получается, он что-то лучше делает, он лучше проповедует, он лучше может служить, лучше может что-то сделать, но сердце человеческое наше, друзья, человеческое подходит, неспосподно воспринимать это в радости, как сказал Иоанн, неспособно радоваться его росту, оно способно только, друзья, услышите меня, оно способно только ворчать на того и всегда опускать ниже, так или нет, друзья? Но сердце человека Божия, сердце истинного христианина, оно обязано радоваться росту другому, друзья, ты обязан, если рядом с тобой находится человек, который начинает расти в Господе, нечто Бог ему больше не открывает, ты обязан не только радоваться с ним, но ты обязан сделать ему поддержку, чтобы он возрос в нем, аминь, друзья, это качество, которое должно быть у нас, друзья, и знаете, очень интересно, я мысль услышал, и так бы, знаете, не рассуждал, мы делаем, как служители, или как вообще народ Божий, особенно мы, как служители, как бы стараемся, чтобы у нас было особое устройство в служении, чтобы особо было, чтобы у нас горы были на своих местах, чтобы у нас было то, все прекрасно, чтобы человек, расшедший сюда, к нам, первый раз мог сказать, да, у них встроенное служение, да, у них есть присутствие Божие, да, у них есть благодать, и тем самым, как бы, сердце человека радуется в присутствии Божьем, так или нет, друзья, и нам приятно, когда о нашей церкви нет, что говорят доброе, так или нет, друзья, Ну, приятно, говорят, о, хорошо, да, вот там, 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 там что там, а, там во вторник в церкви дом горчищника, такие молитвы, да, и братья наши рекламируют, приходите, приходите, там молитвы хорошие, молитвы хорошие. Друзья, да не в этом суть, друзья, суть, друзья, в том, что человек Божий, или мы, как служители, стоящие впереди, или каждый из нас, сидящий на этом месте, есть главная цель, главная цель, которая обязывает нас, друзья, обязывает взращивать полноценных, полноправных христиан, членов церкви, так или нет, друзья. Это очень важно, потому что мы делаем оценку на общий, как вот то, что видимо, друзья, но по большому счету, вот скажите мне, да, если я не прав, поправьте меня, что мы можем сказать, там, брат, сестра, не желаешь ли ты потрудиться с хором, да, ну, я примерно так говорю, и брат и сестра, да, можно сказать, да, я хочу, да, вот я себя вижу в призвании, потому что не секрет, друзья, каждый из нас задумывается, а где же мое место вообще, Господи, где же мое призвание, а чем я вообще должен заниматься среди народа Божьего, ну, призвал меня Господь, ну, Писание говорит Ефесянам 2.10, мы призваны, чтобы делать добрые дела, которые он предназначен нам исполнять, хорошее положение, ну, делай добрые дела, но нечто внутри меня тревожит, что я хочу что-то больше знать, хочу что-то больше провожать, и мы, бывает, направляем, товарищ, ты что способен, да он с детками хотел бы заниматься, ну, занимайся, хором там, или еще что-то, или воскресной школы, друзья, ну, когда приходит момент, и ты понимаешь, что-то, подходит тебе человек, и ты говоришь, что за, хочу трудиться, знаешь что, вот есть там хромающий, который, ну, не всегда стоит Господь, да, сегодня служит, завтра не служит, давай, прицепися к нему, будь прилипавый, подними его, чтобы он твердо встал на ноги, и шел по путям Господним, о, нет, брат, это вы служители, для вас, это не, нет, а ты что, я учу там, вот такое бывает, друзья, ну, вот это главный труд, который, я понимаю, человека больше отличает от том, что мы должны к этому привлечь больше усилия, если ты видишь человека хромающего, прилипись к нему, и будь прилипавый до того момента, пока он твердо не станет, и не скажет тебе, спасибо, брат мой, я иду дальше за Господом, так, как меня Господь укрепляет, вот это важно, друзья, потому что, знаете, мы всегда делаем какие-то отличения о том, что у нас есть младенцы, надо их опеленать, надо им памперс поменять, надо еще что-то сделать, но отличительная черта человека Божия, это то, чтобы взять его, поставить, и возрасти его, чтобы он был твердый христианин, и дальше следовал путем с ним, и радоваться, что он пошел, и может другому помочь, аминь, друзья, да поможет нам Господь в этом, друзья, ну и, знаете, скажете, ну вот, наговорил, наговорил, вот должно, должно, а как достичь, как этого всего достичь, друзья, и вот сам думаю, Господи, а как достичь, ведь есть, ты открываешь для меня, для братьев моих, для всех для нас, открываешь определенные качества, которые должны у нас быть, а где, как, как их вообще приобрести, друзья, и вот здесь же Павел, он же говорит, тут же эти же самые слова, он говорит, ты же человек Божий должен убегать, от чего убегать, от чего должен убегать человек Божий, друзья, от того, что я вам желал, убегать от всякого зла, от всяких раздоров, от всяких раздоров, и в этом вопросе, друзья, убегать, а успевать надо, друзья, преуспевать, в правде, да, Друзья, не секрет, что нам иногда очень тяжело бывает сказать правду, но когда ты говоришь правду, тогда Божье благословение, оно приходит к тебе, потому что даже если ты ее говоришь вопреки самого себя, потому что может быть это правда сказанная, она коснется именно тебя, и тебе тяжело это признать, но когда ты говоришь, ты ощущаешь, как Божье присутствие наполняет твое сердце, потому что ты поступил поистине. В этом надо, друзья, преуспевать, чтобы мы так же самое были богочестивыми, преуспевали в вере, в любви, терпении, кротости, друзья. И самое интересное здесь, Павел говорит, подвязаться к добрым подвигам веры, держась в вечной жизни, которой каждый из нас, друзья, с вами призванный. Аминь. Надо держаться ее, друзья. А как держаться? И Павел дальше говорит. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный единый, сильный царь, царствующий и Господь господствующий, единый, имеющий бессмертие, который обитает в непростумном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Слава Богу, друзья. Апостол Павел дает Тимофею, если мы почитаем, у Тимофея, знаете, были определенные трудности. Самая большая трудность его была в том, что он был молодой. Самое большое то, что, друзья, и не секрет, и не секрет, молодому труженику на Ниме Божьем очень тяжело работать среди народа Божьего, потому что возраст играет в свои определенные вещи. И у Тимофея были эти сложности, потому что, как бы, апостол Павел ни зря говорит, чтобы никто не пренебрегал чем? Юностью твоей. То есть не пренебрегал твоей молодостью. И обычно, друзья, наши христиане твердые, сильные, они говорят, что молодой может меня научить? Что молодой может мне сказать? Что молодой может мне подсказать, друзья? А апостол Павел, он говорит, Тимофей, в этом обстоятельстве ты не огорчайся, а ты вот преуспевай. Ты, как человек Божий, да пусть твоя жизнь, она покажет другим, что ты есть тот, который действительно по праву носит звание мужа Божьего. Так или нет, друзья? Поэтому да поможет Господь всем нам, друзья, и вам, молодым, особенно из молодых семей, братьев, чтобы они не отчаивались, чтобы старались опрыгать усилия и трудиться в народе Божьем. Друзья, чтобы каждый не говорил, что я еще молод, я еще не достиг. Однажды так сказал наш пророк Господний, он сказал, Господи, да я еще мал, да я еще не могу. Он говорит, не я ли это все делаю? Друзья, да поможет Господь нам понимать и осознавать, что трудиться для Господа нам всем нужно, друзья. Чтобы так, как было сегодня сказано, друзья, особенно молодому поколению, очень серьезное слово, чтобы они принести какое-то плово. Очень важно, друзья, если говорится это молодому поколению, то тем более касается нас старого, или старшего, как правильно выразить, старшего, наверное, да? Чтобы мы могли точно так же, потому что если пойдет суд Господний, то, друзья, подсечет всякую мышцу, которая ему не угодно. Да сохранит нас в этом Господе. Я хотел бы с вами помолиться. Чтобы мы, друзья, с вами научались все-таки или преуспевали в правде, в богочести, в вере, в любви, терпении и кротости, друзья. Чтобы если это у нас ничего не достает, чего-то мы не имеем. Чтобы мы научались и просили это у Господа. Чтобы Бог благословил, чтобы, как написано в Писании, что у кого не достает мудрости, то что? Да проси у Господа. Немало не сомневаюсь, что Он тебе даст, друзья. Да поможет нам в этом Господь, чтобы нам не просто называться, кто ты, христианин, где ты, а в такой-то церкви. Чтобы не церковь тебя отличала, что ты есть христианин. Чтобы не то, что в какое-то собрание ходишь, а чтобы жизнь твоя, чтобы все твои поступки на всяком месте, где бы ты ни был, они отличали тебя. И люди посторонние могли говорить, это есть человек Божий. Помолимся об этом. Аминь. Аминь.